Приветствую всех зрителей, с вами Мэрил Дэн, и сегодня мы пройдем демо-версию игры Фрэнбоу. Эта игра расскажет нам об увлекательных приключениях маленькой девочки по просторам психиатрической больницы, и во время данных приключений мы будем видеть различные видения, но это не совсем обычные галлюцинации. Во время этих видений мы будем видеть кровь, кишки и расчлененку, и поэтому я не советую вам употреблять пищу во время просмотра данного видеоролика. Ну что ж, давайте-ка окунемся в мир безумия и начнем новую игру. Все в порядке, говорит нам белая девочка. Она чувствует как небеса, о господи, что ж с твоими глазами-то? Я вижу моих родителей. Они выглядят такими счастливыми. У них есть для меня подарок, удивительно. Это кот, такой милый, няшный, котофейка. Темный, как глубокая ночь. Это мистер полночь. Какое прекрасное имя. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Как мило. Мы обедаем, и я увидела тетю Грейс. Она мне очень нравится. Пятница. Мои родители уехали. Тетя Грейс хорошо заботится обо мне. Не сей так весело. В понедельник ночью я играю с мистером полночь. Но я почувствовала что-то плохое. Опа-на, бабайка! Странное существо за моим окном. Мне он не нравится. Он меня пугает. Вдруг я слышу что-то странное. Это мама кричит. Я хочу узнать, что случилось. Тяжелый свет льется из комнаты моих родителей. Я подошла ближе. И ближе. Ножичек. Мама? Папа? Пожалуйста, нет. О! Мама, папа. Милое зрелище. Похоже, поработали здесь сатанисты. И боже мой, они даже домик убили. Домик тоже истекает кровью. А мы убегаем в лес. Вместе с Котофейкой. Мы плачем. Котя нас обнимает. Но Котя кто-то спугнул. Котя уходит. Котя, куда же ты уходишь? Ты же мой лучший друг. Что это за мужик? Что это за девушка? Чувак в капюшончике. Ассасин, что ли? Френ. Пожалуйста, следуй за моим голосом. На счет три. Ты проснешься. Один. Два. Три. Ёлочка, гори. Хотя тут нифига не новогодняя атмосфера, а атмосфера психбольницы. И что же нам говорит наш психиатр? Френ, как ты себя чувствуешь? Действительно, как я могу себя чувствовать? Моих родителей зарезали сатанисты. Наверное, прекрасно себя чувствую. Давайте-ка так и ответим. Я себя хорошо чувствую. Я думаю, я хорошо чувствую. Просто грустно видеть одно и то же. Печаль это то, что есть у каждого из нас. Я хочу найти убийцу. Думаю, это слишком жесткая фраза для такой маленькой и миленькой девочки. Давайте-ка ответим просто. Я хочу домой. Ты не можешь пойти домой, Френ. Ты должна выздороветь. Я не сумасшедшая. Ну да, да, да. Так все психи говорят. Давайте-ка лучше скажем, мне нужен мой котя. Я должна выйти отсюда. Мне нужен мой кот. Твой кот пропал. Невозможно его вернуть. Эх, беда, печаль. Но сейчас у меня есть кое-что для тебя, Френ. Что это? На столе? Это маленькая сумка для тебя. Это от тети Грейс. Возьми ее. Тетя нас помнит. Какая хорошенькая тетя. Давайте-ка возьмем эту сумочку. Может, она нам принесла печеньки. Открой сумку. Там внутри что-то есть. Может быть, там какие-нибудь сладости. Нет, тут просто какое-то сухое письмо. В котором мы найдем, знаете что? Мы найдем просто описание того, что делать в этой игре. Поэтому мы просто его не будем читать. Какая нехорошая тетя. Вот только представьте себя на месте Френ. Лежите вы в больнице. Вам скучно, одиноко. И тут вам приносят подарок от тети, в котором находите просто письмо. Где вам рассказывают, как ходить и как что-либо делать. Убираем это письмо. Оно нам не понадобится. Она беспокоится о тебе. Тетя Грейс. Тетя Грейс? Это еще одна причина, чтобы меня отпустить. Не волнуйся о ней. Она в порядке. Я так устала от всего этого. И ножкой топнули. Я просто хочу вернуться в свою комнату. Да, ты можешь идти. Но прежде чем уйти, прими новое лекарство. Что за лекарство? Мы называем это... Ди... 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 Расслабленная, но уточная валерьянка. Сестра! Ничего нового сегодня, доктор? Ничего абсолютно. Те же видения, что и раньше. Ах, я вижу. Вот, Френ, прими лекарство. О, давайте-ка хапнем валерьяночки. Очень вкусное лекарство. Я не чувствую себя хорошо. Да? О, да! Кровища, кровь и мясные биштексы. Прекрасно. О, нет! Отвесите ее обратно в ее комнату. И, сестра, не давайте этих лекарств больше никогда. Бабайка! Остерегайся, Френ Боу. Если ты выйдешь из дома безумия... Я буду охотиться с тобой. Я поймаю тебя. И верну тебя к безумию. Какой нехороший демон. Френ, проснись! Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Я люблю тебя. Нас любит Котя. Ну, хоть кто-то нас любит в этом жестоком мире. И что ж, этап первым. Просыпаемся в своей палате. Давай вставай, девчуля. Нам еще нужно отсюда сбежать. Я все еще здесь. Мерзкое место. Я должна выбраться отсюда. Хорошо, мы выберемся отсюда. И первое, что нам нужно будет сделать в этой игре, это дергнуть занавеску. Дергаем! О, святая Молли, что-то упало. А упал крючок, забираем его. Может, мы на него карася поймаем. Удобный крючок, сохраню его. Ну, естественно, закрываем эту сумочку. Она нам пока что не понадобится. Идемте-ка налево. Находим здесь тайную шкатулочку с валерьяночкой. Но, черт повери, она закрыта. Нам нужно ввести какой-то пароль. И, как вы поняли уже, чтобы ввести этот пароль, нам нужно подобрать соответствующие цифры. И каждая цифра соответствует месту этой английской буквы в алфавите. И, боже ж ты мой! Как будто мы все сейчас знаем наизусть английский алфавит. И шкатулка открывается. Валерьянка, боже ж ты мой, как замечательно. Мы взяли валерьянку. И что ж, давайте-ка хлопнем. Замечательное зрелище. И тут кровью написано. Я слежу за твоими шагами. Нехороший какой демон. Сидит он за моими шагами. Сволочь такая. И тут сидит скелетик медсестры. Вам плохо, милая? Похоже, что да. Здравствуйте, медсестра. Френ, мне кажется, она тебя не слышит. Но нам нужно забрать из ее клубка спицу. Простите меня, леди медсестра. Это может быть очень полезно. Забираем спицу, закрываем... Закрываем сумочку. И вы слышите, там кто-то что-то там шептает про ад. Кто-то там что-то говорит. Не хочу я больше слушать ваши речи. Давайте-ка отменим действие таблеток. Вот, снова все хорошо, все няшно. Замечательно. Уходим. Потрогаем карусельку. Ой, какая милая, милая мелодия. Какая няшная, Френ сейчас. Давайте-ка тут хапнем таблетку. Посмотрим, что тут изменится. Итак, мы видим расчлененного младенца на кровати, дохлого кролика и мышку. У тебя кровь на ротике? С тобой все в порядке? Милая, мне кажется, с ним уже давно ничего не в порядке. Это был не я. А кто же это тогда был? Что же? Стоп. Может быть, демон говорит, что это не он убил наших родителей. Но тогда почему демон нас преследует? Все это странно. Отменяем действие пилюль. Посмотрим на наш отсчет. Может, там что-то интересное написано? Пациент номер, какой-то очень большой номер. Так, имя Френ Боу, возраст 10 лет, замечательный возраст, полженский. История. Пациентка была найдена возле убежища Освальд. Симптомы галлюцинации и депрессия. Лечение проводит доктор Диэрн. Мы пробовали различные лекарства, и все были отменены из-за побочных эффектов. Но не повезло девочке, видимо, у нее аллергия на все лекарства. Уходим. Они не галлюцинации, это просто хорошее воображение. Да-да-да-да-да, все психи так говорят. Ну что ж, здесь нам, похоже, больше нечего делать. Идемте-ка направо. И находим здесь наши мелки. Мои мелки. Хорошо, мы их еще используем. Тут какой-то психически нездоровый мальчик сидит. Бедненький, наверное, ему дали сейчас эту самую валерьянку. Его контузит. Забираем тут эту коробочку. О, секретная коробочка. Секретная коробочка нам потребуется. Заходим в свою сумку. И давайте-ка используем ее. Ключ. Это, несомненно, что-то откроет. Ну, естественно, каждый ключ создан для своего замка. И данный ключ откроет нам вот эту тумбочку. Используем ее с тумбочкой. Да-да, я знала. Внутри что-то есть. Находим какую-то заколку. Заколку мы соединим со спицей. И вот у нас есть замечательная отмычка. Ого, фантастика. У меня теперь есть свой специальный ключ. И тут фотографии наших родителей. Давайте-ка посмотрим. О, моя дорогая семья. Да, все было так прекрасно. Пока сатанисты не убили твоих родителей. Ну что ж, уходим из этой комнаты. Теперь отправимся в комнату с мальчишкой. Может быть, снова жахнут таблеточек. Привет. О, нет. Ее голова. Ее голова отмолилась. Какая гадость. А ты что за странная чупакабра? Сидишь с этим мальчишкой. Нехороший какой. Ладно, отменяем здесь цепилюль. Поговорим с мальчиком. Привет, мальчик. Привет. Кто вы? Я Фил. Все говорят, что я болен. А, бедняжка. Вы знаете, где выход? Да, офис. Это ключ. Офис? Да, офис. Ты его знаешь. Это место, где ты встречал с доктором. О, а как мне туда попасть? Он не разрешает мне сказать тебе. Кто не хочет, чтобы вы мне рассказали? Он. О, боже мой. Все становится в тумане. Сайлент-хилл стайл. Ой, боже ж ты мой. Адская сатана тут появилась. Все двери закрыты. Ты находишься в плену моей игры. И никто не поможет тебе сбежать. Оставь меня в покое. Я тебя ненавижу. Мама. Папа. Я так нуждаюсь в вас. Нет, я не позволю монстру меня остановить. Да, мы должны сбежать из псих-больницы, чего бы нам этого не стоило. Ну что ж, как вы помните, мы соорудили самодельную отмычку. Теперь мы ее применяем к этой двери. Да ты взломщик 80-го левела. Ты взломал эту дверь в два счета. Много мы не знаем о маленьких девочках. Ну что ж, давайте-ка еще хапнем таблеточек. Да, прекрасный. Прекрасный вид. Кто-то тут кровью наблевал. Кстати, кровь тянется из туалета. Похоже, у кого-то был адский понос. Давайте посмотрим, что там есть. Итак. Ох ты, черт побери. Мне не нравится это видеть. Ну кому бы это понравилось? Итак, идем на кухню. Кухня это прекрасное место. Там можно найти хавчик. И мы его как раз таки находим. Берем здесь печеньку. Прекрасная вкусная печенька. Но прежде чем уйти, давайте-ка еще хапнем таблеточек. Труп медсестры уже сгнил, но она держит у себя какую-то бумажку. Что это за бумажка? Посмотрим. Здесь указан какой-то код. То нам еще понадобится. Итак, отменяем действие таблеток. Еще забираем здесь веревочку. Веревку мы применяем и комбинируем. Вот теперь замечательно. И давайте-ка пообщаемся с этой маленькой сумасшедшей девчонкой. Привет, девочка. Я могу дать тебе волшебную вещь. Тссс, тихо. А, какой волшебную вещь? Наркоту, небось? Какая волшебная вещь? Волшебная вещь, которая заставит всех уснуть. А, всех? Что ты имеешь в виду? Вот, в качестве подарка. Просто возьми ее. Билюлька. Билюлька. Хм, наркотики. Нам уже дали наркотики. Спасибо, милая девочка. Наркота нам понадобится. Волшебная штучка. Волшебная штучка. Спать. Молчи. Ненормальная какая-то. Ну, идем, давайте-ка, налево. И находим здесь еще психически больных. Тут лежит как трость. Надо ее забрать. Не прикасайся к моему мечу. Я не знала, что это вещь твоя. Вы должны предклониться и говорить со мной вежливо. Я ваш царь. А, ну это, видимо, тот вид психически больных, который говорят, я Наполеон. Ну что ж, я предклоняюсь перед вами, Сир. Очень хорошо, мое дитя. Какова цель вашего визита? Я хочу вашу трость. Трость? Вы имеете в виду мой меч? Да, ваше величество, ваш меч. Что вы дадите мне взамен? Все, чего вы хотите, ваше величество. Принесите мне замок и лошадь, и тогда вы получите мой меч. И вы думаете, что нам сейчас нужно бегать по этой психушке, искать какую-то лошадку, замок. А вот и нет. Залазим в свой любимый кошелечек, берем мелок и комбинируем его с этими листочками. И нарисовали мы и лошадь, и замок. И таким легким способом мы решили эту головоломку. Отдаем рисунок мальчишке. Он очень рад этому. Смотрите на его недалекое лицо. Ооо, это красиво. Именно то, о чем я мечтал. Вы можете взять мой меч, это ваше. Забираем трость. И комбинируем трость с этим крючком. И теперь возвращаемся к выходу. Ну теперь-то мы сможем забрать этот ключ, который мы не могли достать. Давай, применяем его к этому ключу. Ать! Но охранник забирает у нас трость! Ах ты, нехороший человек! Эй ты! Дай ее мне! Вы не можете взять тот ключ! Мне очень нужна эта трость! Мне очень нужна эта трость, чтобы открыть дверь офиса! Пожалуйста! Ты не можешь! Я подожду, когда вы уйдете! Я никогда не покину этот стул! Ты что, так и будешь тут жить? А как же ходить в туалет, спать? Ты все это будешь делать на стуле! Какой ненормальный молодой человек! Но давайте-ка посыпем эту пилюлю в это печенье! И печеньку отдадим этому охраннику! Надеюсь, мы сможем стать друзьями! Извините! Ооо, что это? Это кекс! Да какой же это кекс, милая? Это же печенька! Я думаю, вы бы хотели его съесть! Ну, конечно, охранник его съел и заснул! Теперь-то мы сможем своровать эту трость! И взять, наконец-то, наш любимый ключ! Давай, девчуля! Действуй быстро, пока он не проснулся! Итак, мы забрали наш ключ! Супер! Сейчас я могу сбежать! О, ес! Это точно! А теперь давайте-ка откроем ключом эту дверку! В офис! И зайдем! А теперь-то мы сейчас как раз-таки вспомним, что было в этой записочке! Давайте-ка ее откроем! И здесь написано 3, 6, 42! Это является кодом! Но прежде, чем ввести его в компьютер, давайте-ка поиграем с часами! Нужно поставить на 12! Отлично! Очень хорошо, Френ! Очень хорошо! Хвалит главная героиня саму себя! Видимо, у нее раздвоение личности! Ну ладно, смотрим на компьютер! Итак, компьютер загружается! Компьютер загружается! Какой медленный компьютер, однако! И вот, собственно, пароль введен! И мы получаем код доступа! Все! Дверь открылась! Мы уходим! Все прекрасно! Открываем эту дверь! И покидаем эту психушку! Прощай, психиатрическая больница! Надеюсь, я больше никогда в тебя не вернусь! И все! Демо-версия игры Френбол завершена! И, как мне известно, разработчики уже собрали деньги на полную версию! И в следующем году мы ее увидим! И, к счастью, там уже будет русская локализация! Ну что ж, а пока что всем! Спасибо за просмотр! Ставьте лайки! Подписывайтесь на мой канал! Всем счастья и добра! До свидания!